Итак, человек современный, сознательный, хочет развиваться. Ну и всякие тупики заходят различные, другие развиваются достаточно, кажется, хорошо, но с возрастом почему-то начинают болеть, начинают разрушаться дела. Третье становится какими-то, скажем так, фанатиками. В общем, дисгармония и у нас цикл лекции о балансе развития человека, балансе самого человека. Человека, который идет в потоке родовых, социальных, профессиональных игр-игеров, сегодня завершится. Просто вот так вот на простых каких-то понятиях напомню, покажу, как человек делает карьеру. И помним, что человек это вот проявленная личность, сущностная личность, проявленная в теле, и она как-то вот себя проявляет. Он может там одеть как бы костюм, может не одеть костюм, но тенденции, постоянство каких-то процессов, что он поддерживает, будут сказываться на его личности. Будут ли сказываться на его сущности? Вот здесь возникает некий вопрос. Вот как бы вот эта монада, так называемая, она не полностью выстроенная. То есть здесь каналы, спиральные, внутренние каналы, есть еще внешние, есть биополе, скажем так. Ну, сейчас это не срисовывается, потому что на самом деле у человека, который не идет в потоке силы творения, то есть духовной силы, то есть у него есть духовный наставник, есть тот духовный эгрегор, который проводит этот высокочастотный поток. Ну и показатель этого подлинное спокойствие, гармония развития, потому что духовный поток, он, вот этот канал сознания прочищает, и все время баланс выстраивается между левым и правым, между верхними и нижними уровнями. То есть каналом сознания ведает духовный поток, а не душевный. Поток души, опять упомяну, что мы не рассматриваем тех, кто потерял душу, у кого слабые, это 70% населения, они, собственно, из них редко кто сможет вообще смотреть, такие ли им это будет типа интересно. Интересно то, что им программы наговаривают, а те, кто включал какое-то идейное служение, идейное понимание, как и те, кто ушел, ну, они-то телом с теми, кому себя отдают. А идеи это есть идеи, это же как попытки любить, быть в любви, обречены, потому что человек современный попадает на вот такую ложь, самообман, когда он, пытаясь выстроить себя, как никого развивающегося человека, личность, делать карьеру, пытается сделать и карьеру для своей семьи. Ну, вот тут и начинается вот этот самообман. «Ибо человек должен познать свою суть, свою сущность божественную внутреннюю, которая соединяет его с телом души. Это та сила, которая дает возможность гармонично развиваться. И силу духа, которая дает возможность преодолевать, выходить некое новое. И вот сила души дана больше женщине, сила духа мужчине. Когда женщина включает силу духа в себе, начинает внешнее преодоление, вот тут она становится уже подобной, и начинает вектор ее падать вниз. А у мужчины наоборот. Вот как бы структуры, в том числе вихревые, подача энергии у мужчины идет треугольником вниз. У женщины треугольником вверх. То есть, у женщины, смотрим по центрам, нижние более активные наполненные, у мужчины более верхние наполненные. Вот эти все. И у мужчины янская составляющая, информационная, мощная, и он стремится вниз, материальное. Для чего? Преобразовать, если правильное развитие, а не набрать больше. Когда он берет женскую суть за основу своего развития, то есть, поддается маме, потом жене, ну вот они превращаются в этих размытых, набухших, темных, граверных людей. Ну, остальные просто стягиваются, разрушаются. Женщина устремляется вверх. Поэтому пробуждение женщин у всех активно и много. Оно у нас очень привязано к нижним центрам, которые, мы помним, отвечает за внешние формы. И подняться сама она не может. Устремление есть, любовь пробуждает, сознание пробуждает, но так и остается, зависает. Пока она гармонично не соединится с мужчиной. А как можно гармонично соединиться? Здесь и на сердце. И вот оно и происходит, соединение на сердце в сердечном центре. Соединение. Ну, как бы толку с такого соединения. Да просто соединились. И каждый живет, вот он, своей жизнью. Этот не может проникнуть сюда. Поэтому темный просто пробивает, женщины пролазят. Женщины подчиняют мужчин, стягивают эту эмоционную составляющую. Этот эфир, энергию космоса, которая мужчине более дается, чем женщине. И используют ее вот сюда. То есть, кто кого куда стянет, ну, известно кто. Потому что женщина подняться в результате тяжести не может. Здесь у нее наполнено. И она в материальном мире доминирует. А этот стремится вниз. И получается, как говорят, сначала такая картина. Ну, а где соединение здесь? Вот так вот. Между способностями и отношениями. Показать себя. Я вам рисую геометрию. Сакральную геометрию. Возможности каких-то движений. Как все происходит. Потому что опять философия, психология. И вот там раскладки идут. Я вам показываю, как идут потоки. Вот они идут. Вот он сюда. И вот оно у них начинается. На уровне вот этого у них любовь, отношения. Показать себя. И медленно, но верно. Мужчина стремится материально. Женщина пытается быть некой духовной, душевной. Вот он в сердце здесь. И она раскручивает энергетику мужчины всякими способами манипулируя. А мужчина всякими способами пытается пробить, починить женщину, потому что она не хочет отдавать себя на самом деле. Она хочет использовать, потому что стягивание идет. Мы говорили, что вот вам материальные отношения, способности. Человек для чего живет? Для этого? Или для духовной, творческой реализации? Для этого единения с миром уже? Единения с божественным? Об этом только теоретически говорится. Вот оно так вот, чуть-чуть. Потому что здесь есть человек душевный, человек, соединяющийся с душой. Человек разумный, человек наблюдающий. Либо человек переживающий. Почему переживает? Потому что подняться не может сюда. И далее возникает такая картина. Это, как бы говоря, предыстория геометрическая. Возникает такая картина, когда становится важнее. Вот на еде видно. Пожрать, поспать. Уже и сексуальная энергия все стягивается. И уже вот этот процесс объединения, когда вот эта платформа, которая дана человеку, она понижается. Женщина уже в мертвом мире, когда смотришь, все поголовно отходят. У них пробиты поля, биополе. Все подключены. Там разные сказки рассказывают. Куча этих каких-то новоявленных гуру. У них у всех канал сознания пробит. Все раскручивают эмоции. Все стянуты. И мужчина уже хочет только материального. А женщина там это, как бы, висит. Вся. Она там может, как бы, там что-то показывать себя. Имеет основное. Ну и все. Вот эта платформа некая. По строению человека. Инстинктивная чакра. Все живые существа строятся на этой платформе. Которая соотносится некой мировой платформе. Или слоем, или миром. Энергетическим, плотным. Ну, здесь ведь это все плотное. Очень здесь очень доминирует энергия страха. Страх потери. Потерять это все. Поэтому человек, если не идет вверх, он обязательно будет в постоянных страхах жить. Итак, мы возвращаемся к балансу. Как строится баланс? Повторяем. Сознание так устроено. Вот оно. Вся, это далеко не вся полевая структура внутренняя сознания монада. Идет соотношение как вы относитесь к телу, к физическому, физическое тело. Физическое тело. И пространство семьи. И вы здесь оформляетесь, когда вы умеете гармонично распределять как личность семьи. личность семьи на уровне тела. Все об этом говорилось. И вот здесь вы оформившись, вы можете выступать, напоминаю, рабочим. Где бы то ни было, если вы не смогли выстроить правильно гармоничное отношение. И выстраивание гармоничное отношение, когда вы личность семьи выстраиваете с другими личностями, партнеры, личности партнеров, дает вам возможность выстроить отношение с личностью половинки своей. То есть это уже будет у вас целостная личность. Также когда просто нету партнера с личностями личного партнера половинки, значит вы выстраиваете целостную личность семьи. Целостная личность семьи. И далее вы хотите себя как-то проявить. и вот здесь у многих женщин почему вот эта проблема эмансипация сбивается. Все это если женщина начинает правильно гармонично ухаживать за собой, выстраивать правильно гармонично еще подросткам отношения, умение заботиться и требовать порядок у нее и возникает истинное знание для чего она родилась. То есть либо она начинает кокетничать активно взаимодействовать я не имею ввиду темных там демоны родовые ведут раскручивают используют женщин девочек уже как подсадок чтобы соединять потом у них проблемы очень мощные развиваются ввиду нормальные семьи. Ну из всех семей опять по эзотерической статистике в ближайшие годы примерно 5% только смогут сознательно гармонично развиваться когда цель творческое развитие совместно а не развитие материальных благ детей и тому подобное помним ребенок тоже самое будут многие болезненные воспринимать это такое же отношение к ребенке как кошке как там мужу как маме кому угодно это равное отношение ко всем то есть мы здесь помню выстраиваем свою личность и здесь как личность партнера равное отношение со всеми в семье своей чему требуют часто в нашем сообществе чтобы не выделяли никого вы можете где-то там в другом месте где вы будете совместно проводить время объединяясь по каким-то критериям устремлением видением души могут сводить вас увлечения совместные опять это программы душ раз вы отдали вы можете соединяться какие-то коллективы но когда мы собираемся все вместе собирается общий коллектив равные отношения никого не выделяйте так же вы в своей семье равные отношения не надо никого выделять нужно уметь ухаживать и требовать если вы не можете требовать значит у вас нету силы значит вы не на отдаче что такое отдача еще раз напоминаю человек занимается вот он строит свою личность через умение и за пространством ухаживать и за физическим телом то есть он направляет все свое внимание он учится любить тело свое наполняет его высокой вибрацией энергией всякими способами много можно об этом говорить мы сейчас подытоживаем как же получится чтобы сделать реализовать себя но вопрос кем реализовать у мужчины ясно показано это вот это янская сила внешне которая должна реализоваться материальным то есть духовное преобразование через соединение женщины которой имеется душевная сила наполнение пространства но не должны скажем опускаться потому что гармония это развитие это соединение это ведь надо как бы расшириться то есть мужчине запустить процесс когда он как бы возможность развития вот такой у него треугольник когда он не теряет веру это самое важное для него а женщина не теряет пространство чтобы мужчина не изоблекся не затянулся и тогда возникают равные отношения но мы помним что внешне внутреннее пространство опять так же шиньян и вот когда у мужчины происходит умение ухаживать за собой за пространством семьи с детства закладывается или сейчас он работает учится не отгоражится много знаю занимающихся эзотерика закрывается в своей комнате там йога там еще чем-то и все цигунные боевые искусства там наоборот подталкивают к активности там другая крайность может возникать силовое давление а различные психопрактики в том числе вот эти йоговские вообще как бы дебилизм полный латексом обтягиваются и начинают и для чего вообще живут вот так и попадают к темным гуру которые потом их собственно подключают плотненько и они только лишь в иллюзии того что они там что-то любят или еще вся энергия уходит в рот и темному гури потому что это уже плотное сейчас мы будем разбирать что такое служение профессионально там прислуживание идет потому что вниз там при служении служение это вот оно вер определяемся с понятием прислуживание отдача всех энергий было и у них происходит и они затягиваются и постель их кладут и в храмах коша тоже там дамочек приезжающих к Европе монахи пользуют во все и везде всюду это происходит и для чего для использования так как они хотят использовать то их используют они дают и мы изучаем форму отдачи гармоничную когда вы отдаете себя себе и окружающему пространстве тем кто в них и вот идет определение вот здесь когда женщина выстраивается она уже подростком это подростковый астральный уровень зависит на отношениях они подростки они могут быть только помощниками в чем-то говорили уже об этом идет определение у мужчины останется он вот таким же работником где-то помощником в чем-то либо пойдет в рост отдаст себя профессиональному грегору вот здесь у нас отдача также у женщины останется она жить для семьи либо начнет отдавать себе образование и просто будут учиться для того что ей там интересно творчески где-то легко проводить время на какой-то работе познавать развивать что-то и строить отношения в семье то есть для семьи она либо она для отдачи себя руководителем служению грегору во всех в грегорах так происходит и у темных тоже только там еще раз подчеркиваю идет забирание потому что те кто приходят туда они тоже хотят забрать что такое отдача это формирование себя как целостной сущностной личности проявленной в теле наполненной энергией через которую которая не выбраскивается которая целостная личность она не разбрызгивается не выбраскивает человек душой через интересы то есть не хочет ничего получать он отдает себя как некого проводника а не себя проводника своей души поэтому информационное выстраивание когда здесь человек выстроился как целостная личность семьи есть у него половинка нет половинки он целостная личность он умеет ухаживать за семьей за личностями и за собой и внутренне и внешне и в равных долях скажем так и он как семейный эгрегор тогда действует он действует как эгрегор и вот тут как раз и начинается вот этот процесс который вот они способности проявляются через правая сторона печени активность и левая селезенка заложенной способности и что человек делает он как целостная личность семьи выстраивает отношения с ведущим с личностью ведущего эгрегора и вот тут как раз и получается человек не может выстроить отношения в семье почему потому что от души уходит энергии мало он начинает активно общаться на работе потому что там нет конкретных привязанных требований внутренней отдачи там активно раскручиваются энергии и он общаясь попадает в ту зависимость рабочих отношений которые потом сказываются на всем и у человека в теле уже особенно снизу начинается да и в мозгах плотно забитые фантомы всех с кем он общается особенно это происходит у женщин естественно что-то впитывающая система энергосистема губки у мужчин там как бы говоря немножко проще с этим им легче они выходят из этого а женщины все они пропитывают тело тело у женщины после 30 лет как бы говоря печальное в среднем что до 30 лет помним идет подъем затем после этого пик 30 33 35 лет после этого если человек начинает заниматься допустим эзотерическими практиками связанной с трансформацией сознания тела это все весьма так это ну плачевно там человек может только душу спасти скажем свою создавая монастырь и полное служение людям потому что там идет кристаллизация информации все закончился полет вверх начинается полет вниз ну все это предписано душой на самом деле кому что напоминаю те люди привязаны к материальному живущему в этом 3d восприятии пространство трехмерном двигающийся по векторному времени психологическому ну они вот собственно говоря имея слабую душу или не имею они просто проживают в этих родовых эгрегорах их вычерпывают и выстроить личные отношения с ведущим эгрегором у них получается через подстраивание то есть желание получить лебезить лезть прислуживать попадает естественно к темным которые их и подключают и их родовые эгрегоры тоже если профессиональный эгрегор сильный если профессиональный эгрегор слабый а родовой сильный то родовой подключает много раз это наблюдал и стягивает профессиональный стягивает допустим женщин часто используют как вот нашу там знакомую инструктора когда я смотрел как она стягивает эгрегорных людей подключаясь к ней ну так же что ее подключили то есть возможности были огромные но надо было стать женщиной захотеть захотелось стать не богиней любви а богом любви потому что мы еще не разбирали баланс служение духовному эгрегору возможности там необыкновенные и вот выстраивание личных отношений с ведущим здесь как раз и начинается кем вы оформитесь на судьбе помним этот центр связан с каузальным телом и вы здесь и оформляетесь в своих переживаниях интересах открытости закрытости балансы мы рассматривали доверии в отдаче то есть с кем вы становитесь вы оформляетесь здесь как профессиональная личность либо профессиональная то есть отдаете полностью себе эгрегору либо профессиональная целостная личность семьи то есть кто вы будете это касается и мужчин и женщин и вот здесь выстраиваются отношения с эгрегорным человеком не просто ведущим а том кто отдал то есть это будет у нас целостная личность ведущего эгрегора почему разница потому что когда человек начинает общаться с руководителями разными и возникает вот это понимание от своей целостности кто есть кто кто настоящий отдал кто не отдал и тогда возникают эти отношения здесь мы перейдем на простоту кто делает карьеру вот студент закончил образование как некая целостная личность начинает выстроить отношения он попадает хочет делать карьеру становится лаборантом хочет защитить диссертацию это я просто слышал из практики на работах различных то же самое свои интерпретации но то же самое и эти лаборанты часто делают работы для ведущих там профессоров которые вот одни жалуются что меня заставляют там для меня писать другие как бы просто делают и редкие из них радостно делают для этого профессора то что помогает ему делать карьеру своей научной деятельности он ему пишет работу тот ему дает тему он пишет работу потому что люди забывают кто что дает пишет работу на которой потом профессор делает себе имя и вот если там происходит через лесть и подстраивание это темные они все взаимно друг к другу притягиваются везде темные светлые в науке если это делается с искренней отдачей с искренними пожеланиями участие в личной жизни когда вы личное можете выстраивать отношения здесь и вы с личностью ведущего выстраиваете просто с личностью ведущего когда человек там что-то там не знаю в той же самой истории чай сделал этому руководителю там что-то помог ему отнести вещи и так далее то есть я перевожу на простые понятия чтобы вот как бы вот это вот все не запуталось в какой-то психологии какой-то эзотерике и этот лаборант помогая профессору искренне участвует в его личной жизни помогая его профессиональному развитию вступает с ним отношение как некая личность либо профессиональная либо если он выстроил отношение семью и для него семья все равно важнее как полноценная профессиональная целостная личность семьи то есть семья будет тоже идти если он выстроил отношения со своей семьей тоже будет идти в этих отношениях либо он сам пойдет просто профессиональная личность тогда он теряет себя как полноценным что он становится частью семьи полноценная личность которая может создать свою семью ребенок и прочее и вот теперь берем работают несколько лаборантов пятеро допустим один из них ведет соответствующим образом как вот говорил остальные просто добросовестно занимаются пишут что-то делают но они у них нету искренней заботы ухаживания о самой личности и стремления и желания чтобы этот самый профессор получил еще какой-то там как минимум диплом как максимум нобелевскую премию так кто будет делать карьеру приводил уже примеры кругом какие-то предприятия там то же самое завод компания где человек один другой третий пятый закончили образование они и они живут для семьи и один из них начинает выстраивать отношения заботиться и ухаживать о личности ведущего те работают добросовестно и этот работает добросовестно но он еще выстраивает отношения с эгрегорным человеком помогает ему ухаживать за ним помогает ему в его росте вот она способности реализовать ведущего кто сделает карьеру кто станет руководителем этот уровень руководителя потом это не подстраивание мы говорим это искренняя помощь участие общение личное общение личное участие раз вот это ребенок вот это подросток вот это молодой человек который вышел вот это зрелый человек и вот этот молодой человек который начал карьеру где бы то ни было даже отдавая своей семье женщина это ее структура она там сделает карьеру и будет как руководитель выступать в своей семье и не просто как а именно руководители мужчины любой вот я знаю семьи где сильные мужчины руководители он дома вообще молчит она сказала то другое третье но что касается внешнего пространства тут он уже сразу же включается вот это гармония треугольнички и основное соединение на сердце от которого идет и материальный рост и духовный рост то есть развитие чего-то нового дух это преодоление это развитие новое а не религия вспоминаю этот процесс то есть вот эти простые понятия какие-то оформления то что вот было и наложилось вам возможность просто в жизненных каких-то ситуациях уловить и понять что здесь вы на нижнем центре на уровне тела учитесь ухаживать за собой и за теми кто в этом пространстве за самим пространством просто как за некими субъектами без выделения чего бы то ни было если вы строите отношения и у вас отдача заключается как раз в том чтобы не свою энергию отдавать перемешивание возможно только с половинкой своей а давать возможность делать себя давать возможность отдачи это проведение потока души через себя которая хочет взаимодействовать взаимодействовать через тело это высокий уровень когда человек свое физическое тело может отдать сделав его полностью эту монаду структурировав и удерживая эту гармонию всех этих ипостасей которые и проявляются как соотношение личность пространства и личность тела то есть личность тела личность пространства далее идет сущностная личность то есть умение между телом и сущностью гармонично распределять но личностью которая проявляется далее идет вот эта сущность сущность изначального изначального света изначальная сущность которая и является вот этим каналом сознания этим не канал сознания это центральный канал сознания в котором в основном она функционирует если она не забита программами все равно она проявляется все равно она аккумулируется здесь ее как некий запас и она является этим проводником между проявленной сущностью телом и пространством душа и дух то есть вот это сущность сознания изначальная она не имеет никакой оценки почему в многих религиях выбирается оценочное мировосприятие она прозрачная это я прозрачная я есть я наблюдатель но я тот наблюдатель который действует включает то что он выбирает то есть здесь мы выбираем и это вот это вот изначальную сущность этот последний слой подсознания психологи его надо с ним наладить контакт увидеть поднять пробудить многими действиями это возможно только лишь подведением учителя духовного учителя который видит все что здесь происходит мы можем рассматривать движение в потоке служения но напоминаю вам о равном гармоничном распределении семьи то есть если для человека духовный его эгрегор школа там религия становится действительно той силой которой он хочет развиваться это будет тема служения следующая то у него также должно быть равная отдача ухаживание действия физические в отношениях способностям помогать ведущего и тогда он получает ту силу которая дает возможность и ему выйти а вот как выйти в служении как плавки проходят это мы поэтапно рассмотрим в следующий раз вот так так что чтобы сделать карьеру где-то нужно помнить что мы выстраиваем умеем делать себя не терять себя держать себя в теле и свое тело в личность и держать связь душой и участвовать силой души а душа она не зацеплена за результат какой-то потому что там времени нету она не ожидает ничего у человека не должно быть ожидания стремления получить у человека должно быть только одно желание развивать себя и развивать все через развитие себя развитие окружения своего у женщины двойной выбор либо она уходит и занимается своей семьей либо профессиональная в нее отдача это для людей обычных скажем так а для тех кто в духовном потоке идет ну для тех уже отдельная история там духовный эгрегор помогает сбалансировать все потому что он заинтересован в гармоничном развитии человека сейчас время гармоничного развития не жертвы тела и мы опять делим людей на три категории вот она первая категория когда люди вот это вот семьдесят эти процентов они живут на нижних чакрах трех и пытаются спасти свою душу вот связь душой выйти сюда вторая категория людей около тридцати процентов и у них также эти чакры работают нижние но у них открыто сердечный центр и им не надо спасать душу не надо прорываться в душевную дачу она у них есть сильные открытые люди такие вот легко везде всюду общающиеся они также могут стянуться вниз стать темными либо подняться вверх но только лишь когда они поднимутся вверх потому что тут чакры у них это чакры открытые они закрыты у них может быть какая-то здесь приоткрыто быть но верхняя чакра закрыта и другая категория людей их 2-3 процента на земле так же как из семей вот я не договорил просмотр и данные что количество семей всех вот в том же самом Краснодаре где-то 5 процентов останутся через несколько лет остальные будут разводиться быть в дискомфортах потому что вибрации уже до 30 герц поднимаются и тело должно соответствовать определенному диапазону этих вибраций органы на разных но в любом случае есть диапазон и он должен быть в теле а это возможно если есть поток которому человек отдает духовный поток и наставник и стремление и преодоление и мужчина это мужчина занимается внешним пространством женщина это женщина которая занимается внутренним пространством дает и они совмещаются вот эти люди будут развиваться но из этих семей останется только 2-3 процента которые удержатся остальные все разрушатся в эти вот годы перехода ну это просто потому что теперь новая семья это семья которая живет не для тела не для детей не для материальных благ не для показа своих способностей это те люди которые объединяются для творческого преобразования пространства через единение своих душ это не означает что они не могут иметь детей или деньги наоборот у них эти заботы уйдут все будет само собой происходить деньги будут приходить легкие отношения с теми с кем они будут возможность развития все будет им даваться потому что еще раз все происходит за отдачу энергии мужчины женщины душой объединяясь телом объединяясь создают мощный поток есть профессиональная отдача когда женщина отдает себя ведущему и у нее отдача идет каждого по-своему своих возможностях там тоже объединение тоже эгрегор этот развивается как наш например но наши женщины душой активно участвуют в жизни деятельности нашего эгрегора здесь на базе в горах везде всюду участвуют и в совместном воспитании детей и умение благоустроить пространство и вот третья категория людей их 2-3 процента те у кого открыта верхняя чакра у кого поток идет вот он прямо шевелится и проходит насквозь и вот эти люди им надо стремиться вот сюда а этим духовным людям нужны те душевные открытые которые смогут создать связь и с духовным и с материальным миром и с теми людьми и с теми людьми нету плохих и хороших есть те кто низкочастотный есть высокочастотный есть те кто может соединять и это все можно сделать гармонично открыть все центры и гармонично присутствовать везде и всюду как преобразователь пространства а не как навязывающий или желающий что-то получить преобразователь своего внутреннего пространства и через это преобразователь внешнего пространства это другие ценности другие понятия другие смыслы во всем начиная с любви когда любовь это спокойствие наполненность некая невозмутимость и умение помогать тому кому надо помогать и жестко воспитывать того кого нужно воспитывать жестко потому что вот это вот такая идеализация как вот этих всяких тоже ведущих которые вуру так далее которые слащаво поют дефорамбы разные опять время все расставляет на свои места поэтому сейчас новое время наступает и это время людей творческого союза творчество это непривязанность к результату опять не означает что не говорят что деньги не главное и вообще оно не главное и вообще оно просто так должно приходить не эта цель а как же я буду жить тогда то есть у человека нет понятия того что деньги надо просто зарабатывать а не переживать и думать о них нужно если касается речи о деньгах нужно думать о том как применять их для развития себя и того пространства в котором вы находитесь тех людей а забота конкретно о теле о телесном пространстве должна происходить без думания а просто надо сделать и сделали поэтому человек делает карьеру когда он умеет заботиться о себе и о тех то есть он делает свою личность когда умеет заботиться о себе и о других озаботиться это не означает только ухаживать это означает и воспитывать а с ведущим это отдавать что он ведущий себя воспитанию его не просто я доверяю делаю по-своему в следующий раз просмотрим технический процесс как происходит поэтапно перестройка человека находящегося в потоке творения который меняет свою судьбу все приехали как он может быть может быть он